Все, что сделал Отец, я сумею всегда повторить. Вот это называется вера. То есть, другими словами, вера — это очень глубокое чувство, которое возникает кому-то, кто является реально личностью не такой, как мы. Ну, то есть, эта личность имеет очень колоссальные качества внутренние, которые нельзя скопировать, сымитировать, и они очень сильно вдохновляют. И если Отец или Мать такие качества имеют, то тогда Сын всю жизнь будет почитать таких родителей. Поднимите руку, у кого хотя бы один родственник обладает такими качествами, вы в сердце почитаете этого человека очень сильно. Видите, вот это признак того, что вы в прошлом имели очень благочестивую жизнь. Если человек в прошлой жизни верил в себя благочестиво, он в этой жизни хотя бы одного родственника получает, который обладает такими удивительными качествами. И одна женщина ко мне где-то вот тоже на Урале, в каком-то городе, может быть, здесь подходила и говорила, что «Олег Геннадьевич, а можно ставить на алтарь изображение своего родственника?» Я говорю, ну, можно в том случае, если он является святым, если он монах, там, ведет чистую жизнь и как бы всю жизнь молится Богу. Она говорит, у меня вот именно такой родственник. То есть он монах, он жил как монах, он всю жизнь молился Богу. И он, как бы, все его считают очень возвышенной личностью. Я могу на алтарь поставить его изображение? Сам Бог велел вам поставить его изображение, потому что он является вашим ангелом-хранителем. Он тот человек, который сейчас на небе, который защищает вас от всех бед и который несет вам удачу. И это неспроста, потому что вы когда-то до этого сами так пытались жить и получили такого родственника в качестве награды. Поэтому не надо требовать от своих детей слишком много. Вот смогли вы вести себя правильно с ними, так, чтобы они вас начали хотя бы прислушиваться к вам, то тогда вот настолько вы их сможете воспитать. Потому что воспитание это не муштра, понимаете? Воспитание это изменение разума человека. Вот, допустим, если вы будете слушать мои лекции, и у меня что-то есть внутри, столько, сколько у меня есть внутри, столько вы можете перенять. Ничего больше нельзя сделать. Вот, допустим, отец говорит, я хочу, чтобы мой сын никогда не матерился. И он дома при сыне не матерится, этот отец. Но сын тоже дома не матерится. Точно так же, как отец матерится только на работе, сын только на улице матерится, понимаете? Вот насколько ты как бы можешь, настолько и получишь. Не надо ждать от своих детей чего-то большего, потому что они точно копируют не слова человека, понимаете? Были такие куклы Барби, что ли, называются. То есть это в Америке проводили такое исследование, когда эти куклы для детей, они одно говорили, а что-то другое делали. И дети копировали только поведение. Все, что куклы эти говорили, им было до фени. А вот все, что они делали в жизни, то они и повторяли. Это доказывает, что ребенок копирует жизнь родителей, а не их слова. Можете говорить им все, что угодно, но именно что вам нравится делать по жизни, то и вашим детям будет нравиться делать по жизни. Поэтому вы не сможете обмануть их жизнь, их судьбу. Бывают случаи, когда дети протестуют против родителей. Допустим, родители алкоголика, а сын решил идти другим путем, он встает против этого всего. Такое может быть. И ребенок может победить судьбу своими силами. Но если отец алкоголик, ему нечем помочь своему сыну. То есть для того, чтобы помочь, нужно самому себя сначала поменять. Вот этом заключается понимание, что такое воспитание человека. Все остальное это просто ерунда. Часто люди говорят много о разных техниках. Понимаете, самая главная техника это вера. И вера у ребенка в родителей, она натуральная. То есть ребенок копирует своих родителей, но часто со знаком минус. То есть он не любит своих родителей, протестует против них. А протест это то же самое. Вот допустим, если я протестую против отца пьяницы, то я тоже буду пьяницей. Понимаете? Потому что протест приводит к такому же результату фактически. Как это работает? Сложно объяснить. Но это работает именно так. Вот допустим, если я протестую против родителей, которые ругаются, то я тоже потом ругаюсь. Ну допустим, если я протестую против мамы, которая унижена всегда в отношениях с отцом, это значит, что я буду злиться на свою жену, как папа вести себя. А если я протестую против папы, который всегда злится на свою маму, то я буду вести себя так же, как мама. То есть кто-то на меня будет злиться. Понимаете? Другими словами, как бы это замкнутый круг. Здесь нет выхода. Выход только в одном. Если ребенок своей духовной практикой побеждает злобу на своих родителей и просто принимает их, прощает и таким образом полностью побеждает свою судьбу. Потому что если говорить о судьбе, то смотрите, здесь есть три фазы жизни. Первая фаза называется предупреждение. Вот допустим, девочка смотрит, «А у нее папа с мамой ругаются». Что это значит? Это значит, что Бог ее предупреждает. Это твоя судьба. У тебя тяжелая семейная судьба. Смотри и учись так не делать. Вторая фаза жизни. Это уже твоя жизнь. И третья фаза жизни. Это жизнь твоих детей. Что это за третья фаза жизни? А третья фаза жизни говорит тебе, «Смотри теперь, опять смотри, все, что ты не смог сделать в своей жизни, ты за это будешь наказан через своих детей. Все, с чем ты не справился в жизни, ты за это будешь страдать, потому что ты с ними ничего не сделаешь. Они будут через свою жизнь тебя наказывать». То есть первая фаза предупреждения, вторая жизнь, третья наказание. Дети — это наказание, родители — предупреждение, а мы — это наша жизнь. Так устроена судьба. И как, допустим, помочь детям, которые наказывают нас тем, что мы не справились с этим в своей жизни? Принять это все. Опять принять. Принять детей такими, какие они есть, и тогда ты сможешь им помочь. Но если ты бунтуешь, как бы нервничаешь, психуешь, боишься за них, то ты не поможешь им. Прими судьбу своих детей, успокойся и потом помогай.